Добрый день! С вами Суворкин Тимур, и сегодня мы продолжаем наши лекции по истории космонавтики Советского Союза и России. Сегодня наша тема это исследование Луны и Венеры. Ну что же, начнем с Луны, как с более близкого небесного тела. С Луной человек познакомился очень рано. Собственно, как только люди появились на планете Земля, тут же они обратили внимание на диск Луны, что висит на небе. Появилось множество мифов, легенд. Луна обожествлялась, Луне поклонялись. Астрономы с самой древности изучали Луну и ее циклы. Фазы Луны позволяли людям следить за временем, что было, конечно же, крайне важно. Луну изучали шумеры, Луну изучали в Древнем Египте, в Средневековье и в Новое время. И, конечно же, всегда люди мечтали туда попасть. Я уже говорил про то, что существовали в Китае легенды про то, как некий помощник императора и астроном появлялся на Луне с помощью колесницы, которая двигалась за счет огня. Существовали легенды и у других народов про то, как разные боги или герои отправлялись на ее поверхность. Но вот с покорением Луны в реальности все как-то не выходило. Собственно, вплотную об этом стали задумываться века с 19-го. Я напоминаю, что именно в 19-м веке появляется такое замечательное произведение, как «Из пушки на Луну» Жюль Верна. Собственно, название книги уже говорит само за себя. Чуть позже, в 1902 году, во Франции сняли фильм. И это, собственно, был первый фильм в истории человечества про покорение космоса. Ну, давайте взглянем на его отрывок. Ну, собственно, какая идея? Гигантская пушка с полой снаряд и группа почтенных академиков, которых сейчас и посадят в этот самый снаряд. Субтитры создавал DimaTorzok 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 всего длится 12 минут. Ну, собственно, сами понимаете, что, несмотря на то, что весь этот план выглядит надежно, как швейцарские часы, но, тем не менее, если реального человека посадить в такой снаряд и выпустить из пушки по Луне, то, собственно, перегрузки выйдут такие, что от человека ничего в том снаряде не останется. Поэтому такая идея явно не подойдет. Много думал о том, как попасть на Луну Циолковский, и, естественно, Циолковский уже вплотную думает о том, что ракета это идеальный вариант. Многие ученые полностью его в этом поддерживают. Тем не менее, в те годы это все еще остается в рамках глубокой научной фантастики. Ведь надо понимать, что первые ракеты еще маломощны и слабы. Тем не менее, идет время, появляется Советский Союз, развиваются ракеты, и, по крайней мере, уже представления о полете на Луну становятся гораздо более научными. Сейчас будет отрывок уже из фильма 1930-х годов, который был снят в Советском Союзе. Тут, как вы видите, уже все гораздо серьезнее. Фильм называется Космический рейс. Это 1935 год. Здесь, как вы видите, подход уже гораздо серьезнее. Правда, здесь у нас не ракета, а ракетоплан, по сути. Но, тем не менее, фильм был настоящим блокбастером того времени. И, по сути, именно на этом фильме росли те, кто чуть позже полетят покорять настоящий космос. Итак, для начала. Общие данные о Луне. Луна. Спутник Земли. Расстояние между Землей и Луной в среднем составляет 384 500 километров. Ее экватор составляет 10 917 километров. То есть, примерно в 4 раза меньше, чем у Земли. Как, собственно, появилась Луна? Существует несколько теорий на этот счет, но я расскажу лишь ту, которая сейчас наиболее признана в научном сообществе. Дело было 4,5 миллиарда лет назад. Тогда только зарождалась Солнечная система. Земля представляла из себя гигантский шар магмы. И вот этот шар летел в абсолютно холодном космосе, никого не трогал. И внезапно в него вырезается еще одна такая полузастывшая планета. Вырезается покасательной. Эта планета гипотетическое название носит как Тея. Происходит мощнейшее гигантское столкновение. И эти две незастывшие планеты после столкновения выкидывают в космос свои куски. Эти куски, какие-то из них снова падают на эти планеты, какие-то из них уходят далеко в космос. А вот какой-то кусок остается на орбите Земли, превращается со временем в элегантный шарик и становится Луной. Луна начинает остывать. В чем разница между Луной и Землей? Так это в том, что в основном Луна состоит из силикатов. У Земли тяжелое железное ядро, которое, собственно, ответственно за то, что у нас есть магнитное поле, которое во многом защищает нас от солнечной радиации и так далее. Это все из-за того, что по теории столкновения с Теей, к тому времени, когда произошло столкновение, тяжелые части всей этой магмы, они успели за счет своего веса осесть к центру Земли. А так как столкновение произошло покасательной, в космос выкинуло в основном легкие, легкие части магмы, все эти кипящие силикаты, и вот они-то и образовали Луну. Из-за этого порода Луны легче в среднем, чем на Земле. У нее нет практически выраженного ядра, из-за этого у нее нет магнитного поля, которое могло бы защитить ее от солнечной радиации. Итак, Земля и Луна начинают кружиться в Солнечной системе. Земля понемногу остывает, Луна понемногу остывает, но Луне формируется эдкая корка застывших пород вокруг магмы, которая внутри Луны. Но в Луну, как и в Землю, начинают вырезаться астероиды. Самый крупный удар был 4,3 миллиарда лет назад. Этот удар образовывает бассейн Эйткинт. Это один из самых известных кратеров в Солнечной системе. Потом Луна продолжает принимать на себя астероиды. И что происходит? Астероид зачастую ударяется по этой тонкой корке застывших пород на Луне и пробивает эту корку насквозь. И лава начинает выходить наружу. Когда лава высыхает, то появляется неоднородность, так как в лаве больше железа, чем в силикатных поверхностях Луны, появляется неоднородность цвета. И вот сейчас мы смотрим на Луну и видим, на ней есть такие темные пятна и светлые. Светлые – это всякие силикатные застывшие породы. А вот темные пятна – это та самая застывшая лава, магма, которая выходила на поверхность Луны. Ну и кроме того, на Луне еще была вулканическая активность. Она закончилась примерно миллиард лет назад. И с тех пор Луна такая мертвая и совсем скучная. Вот что надо вкратце знать про нашу ближайшую небесную соседку. Итак, еще до того, как Юрий Гагарин полетел в космос, Луну уже начали пристально изучать на предмет посылки к ней спутника. Как вы помните, в октябре 1957 года на орбиту Земли вышел первый спутник – Советский спутник-1. И уже с того момента появились планы отправки спутника к Луне. В США также были эти планы, и США планировало Советский Союз опередить. Оно создает серию Пионер. Пионер – это, как мы помним, означает первый. И начинает запускать спутники Пионер к Луне. Первый запуск – это август 1958 года. Однако, проект очень сырой. И, в общем, все четыре запуска серии Пионер заканчиваются неудачами. Деньги – гигантские, результат – нулевой. Тем временем, приходит 2 января 1959 года. И мы запускаем станцию Луна-1, которая еще носила такое прекрасное название, как Мечта. Запускаем мы ее на ракете все той же Р-7. Что, собственно, сделала эта станция? Во-первых, она успела померить внешний радиационный пояс Земли. Во-вторых, она мерила параметры солнечного ветра. Обнаруживала ионизированный газ в межпланетном пространстве. Далее. Станция создала с помощью взрыва одного килограмма натрия искусственную комету, которую наблюдали астрономы. Это был первый в мире подобный эксперимент. Кроме того, это было интересное такое оптическое доказательство того, что ракета летит к Луне. Так как, сами понимаете, телескопами того времени было крайне сложно оптически поймать такой небольшой предмет, как ракета. Собственно, этот эксперимент произошел 3 января на расстоянии 119 500 километров от Земли. И взрыв испарил 1 килограмм натрия, и он начал рассеиваться в вакууме, создавая светящееся оранжевым светом облако. И эта комета просуществовала несколько минут и наблюдалась с Земли. Далее. Мы установили, что у Луны нет значительного магнитного. Это крайне важно со многих точек зрения, в том числе и с точки зрения безопасности человека на Луне. Тем не менее, станция Луна-1 не смогла выйти на орбиту Луны. Она пролетела мимо и вышла на орбиту вокруг Солнца. Казалось бы, просчет. Тем не менее, Советский Союз делает заявление, мол, на орбиту Луны не очень-то и мы хотели посылать станцию, а станция у нас стала первой в мире искусственной планетой. И, конечно, заявление, сами понимаете, потрясающее, потому что никто никогда подобного не делал. И с пропагандистской точки зрения, все вышло прямо очень хорошо. Тем временем, США также посылает к Луне свой спутник, но он проходит еще дальше от Луны, чем станция Луна-1. Луна-2, она уже попадает прямо в Луну. Конечно, все мы понимаем, что это была жесткая посадка. То есть, ее направляли уже с целью того, чтобы она разбилась там в дребезге. Но, тем не менее, с научной точки зрения, это дало нам много новой информации. Станция разбивается в дребезге при падении на Луну, но из нее, собственно, на лунную поверхность падает вымпел с гербом СССР. И на следующий день, когда Хрущев совершает визит в США, он копию этого вымпела показывает Эйзенхауеру. Типа, вот смотрите, что мы такое можем. Конечно, это не прибавило оптимизма его американским коллегам. А вот 4 октября 1959 года, всего лишь через два года после запуска первого искусственного спутника Земли, станция Луна-3 выходит на орбиту Луны и делает первые ее снимки. А также, что самое важное, делает снимки обратной стороны Луны, потому что до этого человечество не могло ее наблюдать. Пленку станция проявляет прямо у себя на борту, затем сканирует и передает на Землю. Дальше что у нас? У нас дальше полет Гагарина. Американцы получают из-за этого очень сильную, по сути своей, пощечину, потому что они говорили, что мы будем 100% в космосе первые, а они совсем не первые. И Кеннеди вынужден сказать, что США обгонит Советский Союз в лунной гонке. И так стартует, собственно, гонка за покорение Луны. Очень интересно и очень показательно слова Кеннеди, которые он сказал одному из своих близких соратников. Если бы мы отправляли экспедицию на Луну ради науки, я бы на это не дал ни цента. И это достаточно правильные слова, по той причине, что для человечества на том этапе развития, на котором оно было в 60-е годы, да и сейчас, в принципе, Луна не нужна как таковая. Исследование околоземной орбиты намного важнее. Тем не менее, это вопрос престижа. Сколько стоит этот вопрос престижа? На американскую лунную программу было выделено 25 миллиардов долларов. Для сравнения, на создание ядерной бомбы в США ушло 10 миллиардов долларов. Это, я напоминаю, сейчас-то у нас инфляция. Она очень сильно сожрала доллар. А 25 миллиардов долларов, это на наши деньги гораздо большая сумма, гораздо более внушительная. В некоторые года программа НАСА по покорению Луны, она была сопоставима с бюджетами некоторых европейских стран годовыми. Советский Союз, он также начинает участвовать в этой гонке. И для Советского Союза это тоже гонка престижа, потому что, по сути своей, основные знания с Луны можно получать с помощью станций. Но надо высадить человека на Луну. Что уж делать. Начинаются гонки. Дальше была программа Рейнджер у США. Это тоже полет рядом с Луной и съемка ее поверхности. Надо сказать, что только Рейнджер 7 долетел до Луны и сделал снимки. Первые шесть Рейнджеров по разным причинам, либо взрывы ракет, либо станции не работали. В общем, первые шесть запусков Рейнджеров окончились неудачей. А это гигантские просто-напросто деньги. То есть надо понимать, что полет к Луне это на тот момент предельный уровень технологии для человечества. Это требует абсолютно всех ресурсов стран, которые ими занимаются. Напряжение умов всех ученых. И тем не менее, все равно зачастую все не получается. Дальше. В 1966 году первая мягкая посадка на Луну. Это станция Луна-9. Тем не менее, ну, это немножко не та посадка, которую мы бы хотели видеть. Потому что, в нашем понимании, как садится космический аппарат? Он там включает ракету, маневрирует как-то, садится. Или он парашют распускает и на парашюте садится. А Луна-9 по-другому. Парашют на Луне нельзя использовать, потому что атмосферы нет. Луна-9 работает так. Она подлетает к Луне, начинает падать, немножко замедляется двигателями. А потом вокруг нее надувается эдакая огромная подушка, которая защищает станцию. Она падает на поверхность Луны, пружинит. Потом подушка сдувается, станция раскрывается. И уже делает свое научное дело. Вот такая Луна-9, когда она раскрывается. Луна-9 несла на себе оптико-механическую телекамеру. С обзором 360 градусов. И, собственно, она делала съемку. Настоящий телесеанс с Луны. И все это просматривали ученые. Если раньше станции Луна либо врезались в Луну, либо садились на Луну, либо пролетали мимо Луны, то станция Луна-10, это был первый искусственный спутник Луны. Она нормально вышла на орбиту, делала всевозможные съемки и исследования. Но был у нее и еще один небольшой функционал. Про Советский Союз говорят много. Много хорошего, много плохого. Но вот за что я лично люблю Советский Союз, так это за то, что как не посмотришь на него, так постоянно есть ощущение, что эта страна будто бы взята из научно-фантастического романа. Вот все остальные страны, а они живут в какой-то скучной серой реальности, а в Советском Союзе творятся такие вещи, которые просто сложно представить себе в реальности нашей обычной. Такое ощущение, что все это взято из каких-то совершенно фантастических книг. Итак, что сделала станция Луна-10? Она вышла на орбиту, а между тем в Советском Союзе происходил съезд партии, куда съехались люди, чтобы решать вопросы государственного управления. Съезд партии должен открываться, и открывается он обычно интернационалом. Песня знаменитая «Вставай проклятием заклеменный, весь мир голодных и рабов». Про то песня, в общем, что весь мир насилия мы разрушим и построим новый справедливый мир. И вот открывается этот съезд. А с Луны-10, через огромное расстояние, через 350 тысяч километров космоса, долетает сигнал и начинает транслироваться в зал. И с орбиты Луны начинает играть интернационал. И с орбиты Луна-10, через 350 тысяч километров космоса, 50 тысяч километров несется один из главных коммунистических символов, один из главных гимнов Советского Союза. Вот вы представляете размах открыть съезд гимном с орбиты Луны? Это 1966 год. Это 21 год прошел только с того момента, как закончилась война. И вот такое событие. Люди в Советском Союзе, они как никто могли мыслить и творить действительно глобально. И это неудивительно. Вот как не мыслить глобально и смело, когда происходят подобные события. И я считаю, что вот такой жест, вот одна эта мелодия, она была гораздо важнее, чем все то, что сделала Луна-10 на орбите в научном плане. Но тем не менее, сейчас, увы, человечество под измельчало, космос тоже. Если раньше с орбиты Луны неслись гимны о справедливом мироустройстве, то сейчас максимум, что и могут это запустить Теслу в космос. Ну, что ж, в разные периоды живет человечество. Продолжим. Луна-10 пролетела. Америка тоже не дремит. У нее лунар-орбитеры. У нее космические аппараты-сервейеры, которые садятся на Луну. И они уже садятся серьезно, используя ракетные двигатели. Потому что США уже очень активно отрабатывает все эти методологии посадки на Луну. Ведь у нас-то вопрос в том, кто первый высадит человека. Наша ракетная лунная программа, увы, идет хуже, чем у американцев. Во-первых, на это требуются гигантские деньги. Во-вторых, Королев успевает умереть. И фигура Королева в космических исследованиях гигантскую значимость имеет. Потому что роль авторитета его личности нельзя переоценить. По сути своей, он был главным лицом космической программы. И его слова, и, собственно, если он в Кремле говорил «надо», ему генеральный секретарь отвечал «так точно». Королев умирает. Тем временем Советский Союз строит ракету Н-1. Потому что ракета Р-7 это не то, что может отправить человека на Луну. Потому что, сами понимаете, на Луну нужно не только садиться, но и взлетать. Поэтому туда нужно отправить настоящий усложненный космический корабль. То есть, союз, но с модулем, который сядет на Луну. Потому что мы все понимаем, что не нужно всему космическому кораблю садиться на поверхность Луны. Ведь, чтобы взлететь, потребуется много топлива. Лучше отсоединить небольшой модуль. Пусть он сядет, потом пусть он взлетит и пристыкуется к космическому кораблю. Американцев та же концепция. Итак, гигантская ракета Н-1, которая называется еще царь-ракетой. Пятиступенчатая. У нее длина 105 метров. У нее масса без топлива только 208 тонн. У Р-7 с топливом масса под 300 тонн. Ракета, конечно, прекрасна. Ракета, конечно, всем хороша. За исключением того, что в ней 43 на секундочку двигателя. Поэтому у нее внизу такая вот юбка, что туда надо запихнуть уйму двигателей. У нас не смогли сделать мощный большой двигатель для первой ступени. Поэтому просто-напросто решили, что если один двигатель большой мы не сделаем, мы туда лучше пихнем 30 двигателей. И это только в первую ступень. А потом во вторую ступень мы запихнем еще 8 двигателей. На третьей ступени, ну, на третьей ступени можно установить поменьше двигателей. Четыре двигателя. Ну, а потом на четвертой ступени мы установим один двигатель. И на пятой ступени у нас один двигатель и, собственно, космический корабль. Идея, как говорится, хорошая. Только такое гигантское количество двигателей, мягко говоря, повышает немножечко ненадежность ракеты. Потому что, если один из них взорвется или выйдет из строя, то проблемы-то начнутся у всей ракеты. Собственно, проблемы так и начались. Первый запуск закончился аварийно. Так, первый запуск был 21 февраля 1969 года. Напоминаю, в 1969 году американцы уже выйдут на поверхность Луны. То есть Советский Союз здесь уже несколько отстает. Тем более, что по правилам, которые приняты в космонавтике, нужно два успешных запуска ракеты, перед тем, как на ней отправлять людей. Итак, первый запуск. 21 февраля 1969 года. Ракета на старте. Гигантская. Огромная махина 100 метровая. Включается 30 двигателей. Начинается взлет. И через 6 секунд продольное колебание корпуса ракеты. Они приводят к разрыву линии подачи окислителя. Потом разрыв топливопровода. И потом окислители топлива просто-напросто соприкасаются, возгораются. А после этого на высоте 12,2 километра ракета взрывается. И падает через 52 километра от стартовой позиции. Как говорили те конструкторы. Мы стреляем в космос городами. Столько примерно стоят ракеты той поры. Вот эти N1. И вот так на ветер просто-напросто разлетаются безумные деньги. Что ж, поправили всю эту систему. Сделали так, чтобы продольные колебания меньше влияли на ракету. Итак, сделал второй запуск. Ракета взлетает. Все хорошо. Взлетает на 200 метров. И тут двигатели начинают просто-напросто отключаться. И только один двигатель первой ступени продолжает работать. Естественно, его сил не хватает. И ракета плашмя падает на стартовый стол. И взрывается это самый мощный взрыв в истории ракетостроения. Стартовый стол сильно поврежден. Гигантский взрыв. Все. Конец ракеты. Третий запуск. 1971 год. Опять неудачно. Четвертый запуск. Снова неудачно. И после этого программу решили закрыть. По нескольким причинам. Во-первых, ракета неудачная. Во-вторых, американцы уже давно на Луну высадились. И как бы, еще раз, мы на Луну и так успешно посылаем модули, всевозможные станции. Высадка космонавтов это только вопрос престижа. Если американцы уже высадились, нам не особо нужно на Луну. Поэтому чем тратить гигантские народные деньги на эти ракеты, лучше потратить их на уже какое-нибудь сельское хозяйство и так далее. Поэтому с ракетами мы закончили. У нас был уже спроектирован лунный корабль. У нас уже планировалось... У нас уже было запланировано, что Леонов будет первым советским космонавтом на Луне. Но не сложилось. Первыми на Луне оказываются американцы с их программой Аполлон. Аполлон это название космических кораблей. Аполлон тоже начинался очень плохо для американцев. В 1967 году американцы испытывали свою ракету на Земле. То есть смотрели, как все пойдет и так далее. Космонавты были в корабле Аполлон-1. И атмосфера в этом корабле была кислородная. Потому что с кислородной атмосферой можно выгадать массу корабля. Так просто-напросто можно впихнуть в ней побольше топлива. А каждый килограмм лишнего груза на корабле это проблема. Поэтому атмосферу сделали кислородной. Астронавты отрабатывают все системы. Включают какой-то тумблер. Искра замыкания пожар. Кислородная атмосфера воспламеняется. И все трое астронавтов сгорают заживо в ракете. В 1967 году погибает наш космонавт Комаров. У Америки тоже сразу три человека. В общем, год выдался неудачным. Тем не менее, программа Аполлон продолжена. Сперва Аполлоны выходят на орбиту Земли. Там пробуют стыковки-растыковки. Потом Аполлон-8 вместе с людьми на борту делает облет вокруг Луны. Аполлон-11 доставляет первую команду астронавтов на Луну. По сути своей, лунный корабль долетает до орбиты Луны. Там три астронавта. После этого два астронавта переходят в модуль, который садится на Луну. Приземляются. Первым на Луну вступает Нил Армстронг. А после этого космонавты забираются обратно. Один астронавт ждет на орбите. Астронавты берут пробы грунта, ставят флаг, садятся обратно, взлетают. И после этого стыкуются и к лунному кораблю. И корабль летит уже обратно к Земле. Надо понимать, что вот этот модуль, который садился на Луну, он был максимально легким, чтобы сэкономить топливо на взлет-посадку. По сути его корпус, он был из многослойной фольги, можно сказать. То есть его пробить было бы очень легко. Но за счет этого была гигантская экономия веса. Модуль был очень маленький. Там по сути своей даже очень трудно вдвоем было находиться. Но тем не менее взлет-посадка все прошло штатно, успешно. В общем, в итоге, по результатам лунной программы, астронавты привезли 400 килограмм лунного грунта. 200 килограмм заперли в сейфе на 50 лет, для того, чтобы через 50 лет появились у ученых новые способы анализа. И они весь этот грунт проанализировали. А между тем, 200 килограммов грунта распределили по лабораториям всего мира, в том числе и Советскому Союзу досталось, и изучали уже подробно. Потому что раньше-то станции Советского Союза, они там 100 грамм пришлют грунта и так далее, немножко. Советский Союз, кстати, тоже делился с Америкой грунтом, который приходил с его станции. После этого посмотрели на лунную программу американцы, посмотрели, еще пару экспедиций отправили и сказали, хватит тратить деньги. И точно так же все свернули, потому что какой смысл летать на Луну, когда вот мы флаг туда уже поставили. То есть, грубо говоря, 25 миллиардов долларов на то, чтобы поставить флаг. Ну, прекрасно. Тем не менее, разные проекты по изучению Луны продолжались. Например, Луна-17, это доставка Лунохода-1 на поверхность Луны. Луноход-1, вот он какой, красивенький, весь из себя, 700 килограммов. Луноход-1, вот он какой из себя, такой прекрасненький, с телекамерами, фотокамерами, лазерным рефлектором, который позволяет очень точно измерять расстояние от Земли до Луны, если навестись на этот луноход. Луноход-1, изучает плотность грунта, рентгеновский телескоп несет на себя, спектрометры. Ну, в общем, все так хорошо. Радиоизотопный источник, который его отапливает изнутри. Солнечную батарею несет на себя, опять же. Луноход-1, ездит он очень медленно, он проходит всего лишь 10 километров за все время своей службы. И скорость имеет гигантскую, может двигаться со скоростью или 0,8 километров в час, или 2 километра в час. Управляется командой операторов из 11 человек. И, собственно, исследует Луну некоторое время. Закончил он свою службу через 11 месяцев, когда исчерпался радиоизотопный источник. В луноходе стало, грубо говоря, холодно, и системы просто-напросто начали отключаться одна с другой. Связь была потеряна. После лунохода-1 был отправлен луноход-2. Он проехал уже целых 40 километров. Вот нам может это казаться смешно, целых 40 там. Но вот Китай сейчас отправлял луноходы на Луну. Первый проехал 100 метров, сломался. А это, грубо говоря, прошло, сколько, 50 лет. Сейчас и компьютеры, и все остальное. И, тем не менее, это очень-очень серьезная техническая задача построить надежный луноход. А у нас луноход-2 проехал 40 километров по Луне, успешно собирая информацию, делая снимки. У него у луноход-2 уже более совершенная камера. И сломался он, собственно, из-за того, что заехал в кратер, который был достаточно свежим, забуксовал. Пока выезжал, он наткнулся своей крышкой солнечной батареи на другой, на стенку кратера. Когда пыль попала на солнечную батарею, когда эта крышка солнечной батареи на ночь закрылась, чтобы сохранять энергию, лунная пыль, грязь, она осела на луноходе и стала таким теплоизолятором, который, собственно, заставил луноход перегреться и выйти из строя. Но, тем не менее, 40 километров это вам не шуточки. По сути, рекорд лунохода-2, который был запущен в 1973, побьет уже только марсоход Opportunity, который будет запущен на Марс. Вот, сейчас на Луну и к Луне отправляют станции очень редко. Но, тем не менее, есть проекты, про них я буду рассказывать уже позже, когда буду говорить про современную космонавтику. На этом с Луной мы закончим. На этом у меня сегодня все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok